Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. И сегодня мы читаем пятую главу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Здесь апостол говорит о рождении от Бога, о новом рождении, как Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, «должно вам родиться свыше». О чем здесь идет речь. Дело в том, что когда человек обращается ко Христу, он переживает не просто перемену взглядов. Люди иногда меняют свои взгляды. Вот был человек приверженцем одной политической партии, потом он не разочаровался и перешел в другую. Был человек сторонником одной философской доктрины, потом он прочитал много книг, разочаровался в первой доктрине, принял другую. Это происходит постоянно, но обращение ко Христу – это нечто принципиальноное. Это не просто перемена убеждений. Это то, что Библия называет новым рождением или даже новым творением, как апостол Павел говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Человек входит в абсолютно новую жизнь. И иногда человек помнит этот момент. Иногда он помнит, что вот такого-то числа, в таком-то числу, в таких-то обстоятельствах я признал, что Христос есть Бог и Спаситель. Я принял решение Ему довериться и покориться, я возвал к Нему в молитве. Иногда это не так совершенно. Иногда это постепенно вырастает в сердце человек, и он просто оглядывается назад и говорит, да, теперь я верю, что Иисус есть Христос. Но произошло вот это духовное рождение. Человек стал другим. Он вошел в совершенно новую жизнь. И если мы христиане, мы обладаем этой новой жизнью, теперь мы должны жить ей. Эта жизнь радикально другая. Она сверхъестественная. Эта сверхъестественная жизнь, она проявляет себя определенным образом. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Действительно, вот очень много апостол говорит о любви, и даже есть слова известные, очень уваженного Августина, «люби Бога и делай, что хочешь». К сожалению, в современном мире это можно очень легко понять неправильно, потому что в нашем обычном языке любовь – это эмоция, это переживание, это что-то такое, что приходит и уходит. И это что-то, что, в общем-то, происходит во мне, ни к чему мне не опвязывает. Можно сказать в современном языке, что любовь прошла, завяли помидоры. В библейском языке это было бы не ли я посказать, потому что любовь – это глагол, это активное поведение человека, и это поведение, которое проявляется, как нам пишет апостол, в соблюдении заповедей. Это очень важный момент, потому что люди всегда свои грехи как-нибудь оправдывают. Любой человек имеет очень мощный встроенный механизм самооправдания. Грех он так устроит. Когда человек грешит, он всегда выстроит себе систему оправдания, что на самом деле он что-то очень хорошее делает, что-то очень похвальное. Мы все должны его еще поздравить с тем, что он согрешил, и его всячески за это возблагодарить. И люди прикрывают свои грехи обычно, там, часто справедливостью. Ненависть, она себя часто выдает за справедливость. А бывает так, что люди свои грехи прикрывают любовью. А вот любовь, ну, это очень часто будные грехи, но не только. Иногда люди устраивают какие-то кровавые революции из любви к угнетенным, и из любви к родине они эту родину разоряют, опустошают. В общем, люди часто совершают грехи, утверждая, что действуют из любви. И апостол говорит, любовь на самом деле, если это подлинная любовь, она проявляется в том, что человек соблюдает Божьи заповеди. И это заповеди, известные нам из закона Божия, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не прелюбодействуй. Нельзя убивать из любви, нельзя красть из любви, нельзя уже свидетельствовать из любви, нельзя прелюбодействовать из любви. Это абсурд и бессмыслится с точки зрения Библии, потому что любовь проявляется именно в тщательном соблюдении заповеди Божьей. И заповеди Божьи указывают нам на то, как мы должны проявлять нашу любовь. Например, заповедь, простая, кажется, заповедь не убей. И для внецеркованного человека она как-то очень понятна. Не совершать деяний, предусмотренных соответствующей статьей Уголовного кодекса. И, конечно же, это входит в заповедь. Конечно же, христианин чтит Уголовный кодекс как минимум. Но заповедь не убей предусматривает, что мы должны удерживаться от любого причинения вреда жизни и здоровью ближнего, в том числе своей собственной жизни и здоровью. Например, там люди иногда спрашивают, ну а вот там, допустим, пьянствовать там или курить, это нарушает ли это Божьи заповеди? Конечно, нарушает. Какое? Нарушает Божьи заповеди не убей. Потому что человек, который наносит себе вред, он тем самым убивает себя, и он нарушает заповедь Божьей не убей. Или человек, который подвергает себя безрассудному риску. Там люди залазят на какие-то невероятно высокие здания, там становятся на самом краю обрыва, делают селфи. Так вот, с христианской точки зрения, это грех. Подвергать себя жизни, подвергать свою жизнь опасности без цели, это грех. То есть пожарный, который идет в огонь, чтобы вытащить людей, он совершает подвиг, потому что он там не селфи делает, он людей спасает от смерти. Человек, который подвергает себя опасности, чтобы похвалиться, он грешит. Точно так же грешит, мы грешим, когда мы вредим здоровью других людей. Тем или иным способом. Например, продаем недоброкачественную пищу. Или мы грешим против заповеди не убей, когда мы поддерживаем какие-то гневные, подстрекательские разговоры, которые полны ненависти и враждебны по отношению к каким-то людям, которые могут привести к насилию. Да, мы, может, никого лично не убили, но когда мы проявляем ненависть, мы уже делаемся виновными против заповеди не убить. Или заповедь не укради. Ну, кажется, все тоже просто. Да, вот есть уголовный кодекс, не совершай краж со взломом, не воруй вещи граждан на вокзале. Ну, вот абсолютное большинство из нас этого не делает, никогда не помышляли об этом. Но мы нарушаем заповедь не укради, например, когда берем деньги за несделанную работу, или когда мы сидим на работе, у нас оплаченное время, но мы занимаемся чем-то своим, мы тоже погрешаем против заповедей не украдений. И тщательное хранение божьих заповедей – это большой труд, который требует большой внимательности. Когда мы начинаем думать о том, как нам действительно вести себя по отношению к ближнему, чтобы мы ни в чем не согрешали, оказывается, что это большой труд. Оказывается, что это требует больших усилий. Ну, кажется, да, легко, что мы вот там не совершаем, не нарушаем уголовного кодекса, и как бы вот молодцы. На самом деле, когда мы начинаем вглядываться в божьи заповеди, выясняется, что у нас непочатый край работает. И вот любовь к Богу и любовь к другим людям проявляется именно в том, что мы соблюдаем заповеди. Мы должны искать, как их тщательно соблюсти по отношению к другим людям. Потому что тут важно избежать еще одной проблемы, которая возникает. Людям кажется, что любовь – это поступать, к ним – это поступать так, как они хотят. Отзываться на их желания. И иногда они горько упрекают христиан в недостатке любви, когда этого не происходит. Но надо понимать, что любовь, она всегда предполагает поведение по заповедям и отзывается на нужды, а не желания людей. Ну, тот же несчастный алкоголик, который около магазина просит денег на выпивку, он, конечно, думает, что мы поступим по любви, если мы ему дадим денег. Но на самом деле, если мы ему дадим денег, мы согрешим против заповеди «не убей», потому что мы посодействуем его самоуничтожению. Мы поступим по любви, если как-то иначе, если ему, скажем, пищу купить, если он голодный, это будет очень хорошо. Или указать ему, где найти помощь с его проблемами. Но делать так, как он хочет, нам, конечно, не стоит. Мы иногда поступаем из любви, когда мы говорим людям «нет». И апостолу дает нам четкие ориентиры, что любить – это значит поступать по Божьим заповедям. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Что значит победить мир? Ну, не значит, конечно, завоевать и сделаться всемирным диктатором. Значит, нечто совершенно другое. Это значит победить мир, который пытается заставить нас поступать по-мирски. В мире, как апостол об этом и говорил раньше, есть свои системы ценностей, свои системы отношений, свои представления о том, как должно, правильно, разумно, необходимо, уместно поступать. В этом мире принято ненавидеть своих врагов. Принято ненавидеть врагов своей группы. Вот я принадлежу к какой-то группе, политической или этнической, или еще какой-то там. Люди по самым разным признакам кучкуются и ненавидят другие кучки. И лояльность по отношению к этой группе, она требует ненавидеть людей, которые к другим группам принадлежат. Так устроен этот мир. Он делится на племена, племена ненавидят друг друга. Но человек, который верит, он побеждает мир, он говорит, что нет, а я вот никого не буду ненавидеть. И да, там могут смотреть на меня косы из-за этого. Может, ты вообще вот нелояльный, ты вот как, вот у нас все в нашем дворе, все ненавидят этих там вообще гадов из соседнего двора. А ты что не ненавидишь? Ты, значит, какой-то такой, ты плохой гражданин своего двора. Но человек, который верит, он поступает так, как ему заповедал Христос. Или мир всей говорит, что самое важное – это успех. Твоя ценность и достоинство и ценность и достоинство других людей измеряется тем, сколько ты заработал денег. А верующий человек говорит, нет, я буду любого человека чтить и уважать, независимо от того, сколько он заработал. Заработал много – хорошо, ну, значит, Бог ему дал такие таланты, такие навыки. Человек, который, наоборот, беден, он тоже заслуживает почтения. Или мир всей говорит, ты должен стремиться к удовольствиям, ты должен стараться ничего не упустить, никаких удовольствий в этом мире. И часто люди бегают за удовольствиями самым жалким видом, потому что на них давит окружение, что они считают, что им это нужно. Это не то, чтобы это делало их счастливыми, но вот так принято в этом мире. А христианин побеждает мир, он говорит, нет, я не буду ненавидеть, нет, я не буду бегать за удовольствиями, нет, я не буду судить других людей высокомерно из-за того, что они слабы в каком-то отношении. Этот мир бывает с пренебрежением относится к каким-то людям, а мы будем уважать всех людей, потому что мы верой побеждаем этот мир. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водой, только на воду и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, Исии три суть едина. И три свидетельствуют на земле, Дух, Вода и Кровь, Исии три об одном». Речь идет, очевидно, о Святом Духе, о воде крещения и о крови, которую за нас пролил Христос. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе само. Неверующий в Богу представляет его живым, потому что неверует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни. Свидетельство Божие имеется в виду внутреннее свидетельство Святого Духа, то есть верующие в Сына Божия имеют свидетельство о себе самом. Апостол Павел пишет об этом свидетельстве, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Нельзя быть христианином просто потому, что человек принял решение держаться набора каких-то утверждений. Христианство это новая жизнь и в этой новой жизни Святой Дух изнутри свидетельствует нам, что мы дети Божии и научает нас уповать на Бога, научает нас на Бога полагаться. Мы имеем это свидетельство Святого Духа в нашем сердце, что мы принадлежим Богу. Это свидетельство не что-то внешнее, не что-то дополнительное по отношению к свидетельству Церкви или свидетельству Священного Писания, просто когда мы читаем Священное Писание и, например, читаем эти слова апостола Иоанна, «Возлюбленные мы теперь дети Божии», Святой Дух научает нас верить этой истине. Святой Дух научает нас в молитве возносить молитву Отче нашу, научает нас верить, что Иисус нас искупил, что мы теперь дети Божии. «Неверующий Богу представляет его уживым, потому что неверует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». В чем состоит это свидетельство? Оно состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. У нас есть вечная жизнь в Иисусе Христе. Это реальность сознания, которая должна нас глубоко изменить. Мы получили такое удостоверение, мы знаем, что у нас есть вечная жизнь. И мы должны жить исходя из этого. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Это поразительное по своей силе удостоверение, когда апостол уверяет всех нас, верующих в Сына Божия, что мы имеем жизнь вечную. И это огромная радость, и это огромная ответственность, потому что мы теперь знаем, что Бог дав нам вечную жизнь. Мы теперь знаем, что нам уготована жизнь вечная и блаженная. Мы теперь должны научиться жить, исходя из этого. И иногда в это очень трудно поверить, именно потому что мы понимаем, что наша жизнь изменится. Мы не сможем жить так, как раньше, если мы поверим в эти слова апостола. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Во Иисусе Христе мы имеем совершенно иную, мы имеем вечную жизнь. У нас совершенно другие в жизни перспективы. Если человек неверующий знает, что у него есть какое-то количество лет здесь на земле, и все, что у него есть, это здесь, и все, что он может обрести, это здесь, и из-за этого человек начинает впадать в такую жалость себе, а вот я не съем каких-нибудь вкусных кусочков, а вот я не получу каких-нибудь наслаждений в жизни, и он из-за этого начинает гоняться за всеми этими вкусными кусочками. Но когда человек знает, у меня есть все, что только можно пожелать, у меня есть жизнь вечная, у меня есть нечто гораздо большее, вот если бы Бог взял и сделал любого из нас завтра, не знаю, там, миллиардером, или поставил на самое высокое место, которое только может быть, или еще чего угодно вот в этом мире на нас бы такого свалилось, о чем люди мечтают, это бы нам ничего не добавило к тому, что у нас уже есть. У нас уже есть все, у нас уже есть вечная жизнь во Иисусе Христе, и мы должны возрадоваться этому и жить, исходя из этого. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, когда что? Когда просим чего? По воле его он слушает нас, а когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы имеем дерзновение, как об этом уже Иоанн говорил, что мы можем обращаться к нему в молитве. Дальше один из предметов этой молитвы, мы должны молиться о наших братьях, согрешающих грехом не к смерти. И Бог даст ему жизнь. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но не есть грех к смерти. Мы видим здесь определенное разграничение. Есть грех смертный, есть грех несмертный. И как, в чем тут разница? Ну, видимо, еще в Верхнем Завете есть определенная разница. Если кто согрешит по ошибке, то он пусть принесет такую-то жертву. А если кто согрешит дерзкую рукою, то он хулит Господа истребится из народа. Смертный грех – это грех, выражающий глубокое пренебрежение к Богу, нежелание ему повиноваться. Человек, который пребывает в смертном грехе, он сознательно творит что-то очевидно неугодное Богу и не желает это оставить. Например, бывает, что человек не желает оставить ненависть, не желает простить своих врагов. Это очень популярный грех, и это грех к смерти. Потому что человек знает, что он поступает против воли Божией. Человек знает, что Христос заповедовал прощать это обязательно, но он не хочет этого и сделать. И вот это грех к смерти. Потому что это просто нежелание покориться Богу. Но человек может сказать, что да, я испытываю гнев и возмущение и негодование на моих врагов, но я желаю покориться Богу. И в чем тут разница? Человек, который пребывает в смертном грехе, он говорит, я не буду покоряться Богу. А вот я не буду. А вот я знаю, чего Бог хочет, но я не буду покоряться Богу. Это смертный грех. И человек может говорить, что да, я испытываю гнев, я испытываю ненависть, я испытываю сильное негодование, но я буду покоряться Богу. Я отказываюсь мстить, я отказываюсь ненавидеть. Бывают, конечно, всякая неправда из греха, но есть грех не к смерти. То есть, когда человек согрешает по немощи или неведению. Это другая ситуация. Это тоже грех, это тоже нуждается в том, чтобы человек его исповедовал. Но это не отторгает человека от спасения. Конечно же, смертный грех, любой смертный грех, это постоянно говорится в Писании, он убивает человека, пока человек в нем находится. Если человек оставляет грех, приносит в нем покаяние, он, несомненно, будет прощен. И апостол это твердо обещает. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что у нас есть вечная жизнь, об этом апостол говорит. И апостол здесь дает такое, знаете, двухстороннее, что ли, сбалансированное послание. Он говорит, у вас есть жизнь вечная, возрадуйтесь этому. Но он в то же время говорит, что рожденный от Бога не грешит. Если вы пребываете в упорном грехе, то ваше притязание на то, что у вас есть жизнь вечная, увы, ошибочное, это не про вас. А всякий, кто действительно рожден от Бога, он удаляется от греха. Он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Апостол говорит, что этот мир лежит во зле, и что мы не должны следовать за этим миром. Он действительно лежит во зле. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его и Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь». Вот эти заключительные слова апостола. Что значит «хранить себя от идолов»? Ну, мы понимаем, когда идолы – это какие-нибудь просто изваяния. Ну, есть до сих пор совершенно живая идолопоклонническая традиция в индуизме. Там конкретные идолы, там их, значит, моют, поливают молоком, проявляют к ним всякое почтение. Есть попытки возродить там неоязычество, там какое-то древнее славянское. Там люди вытесли себе из бревна идолоперруны, там вокруг него скачут. Мы понимаем, что да, это идолопоклонство. Но это не единственная форма идолопоклонства, потому что человек может сделать себе идола из многочисленных.